Про сахарный диабет древние врачеватели знали еще в третьем веке до нашей эры. Уже тогда они могли определить симптомы, но не причины болезни. Медики безуспешно пытались найти лечение и те, у кого обнаруживался сахарный диабет, были обречены. Он и сегодня входит в тройку самых распространенных заболеваний. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Знакомьтесь сегодня. Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Мансагова, врач-эндокринолог, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндокринологии, врач-эндокринолог, клиник СамГМУ. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. На всякий случай напомню вам номер телефона 202-11-22. Студию можно позвонить, если у вас есть вопросы, связанные с сахарным диабетом. Эксперты Всемирной организации здравоохранения называют сахарный диабет неинфекционной пандемией, не мым-убийцей. Ну и, собственно, есть еще несколько определений. Вот насколько все-таки эти прогнозы об угрозе этой стремительно развивающейся пандемии, как вот считают эксперты, характерны для Самарской области? Мы также в зоне риска? В Самарской области также находится в зоне риска по распространенности сахарного диабета. По данным начала 2023 года в Самарской области было зарегистрировано 122 175 пациентов с сахарным диабетом. Основная доля пациентов у нас составляет пациенты с сахарным диабетом второго типа. И Самарская область входит в десятку наиболее распространенности заболеваний сахарного диабета в Российской Федерации. И Всемирная организация здравоохранения недаром называет сахарный диабет неинфекционной эпидемией, потому что прогнозы никогда у нас, к сожалению, не оправдываются. Несмотря на то, что прогнозы к 2021 году заболеваний будут составлять во всем мире 423 миллиона населения человек, в настоящее время прогнозы не оправдались и уже зарегистрировано 537 миллионов. То есть в настоящее время в мире каждый десятый человек болен с сахарным диабетом. По прогнозам к 2045 году будет каждый восьмой человек в возрасте от 20 до 79 лет болеть с сахарным диабетом. Позитивные прогнозы не оправдываются. К сожалению, позитивные не оправдываются. Но вообще цифры вы страшные называете. Да, темп роста у нас составляет в Самарской области в среднем 3% в год. Чаще всего треть пациентов выявляется во время прохождения диспансеризации и профосмотров. То есть ежегодно в среднем у нас выявляется около 7,5-8 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Уже сейчас, по данным Федерального регистра сахарного диабета, у нас в настоящее время уже выявлено 7 тысяч пациентов. Это еще не конец года. В том-то и дело. Ну а вот еще более стремительно увеличивается доля населения с преддиабетом. Вообще что это такое? Преддиабет это состояние, которое связано с тем, что уже начинается первоначальное изменение, небольшое превышение уровня глюкозы крови. В данном случае, к сожалению, как в Самарской области, так и во всем мире нарастают темпы заболеваний преддиабетом. Очень часто на это не обращают внимания, не дают должного внимания к своему здоровью, не применяют методы профилактики и лечения сахарного, развития сахарного диабета. И, к сожалению, в конечном этапе данное состояние переходит сахарный диабет второго типа. Вы знаете, прежде чем я вас спрошу, что такое вообще сахарный диабет, что такое первый и второй тип, вот из всего вышесказанного хочется сразу спросить вас, что такое, почему мы не можем остановить эту просто стремительно нарастающую беду? К сожалению, в наш век информационных технологий мы имеем достаточно много плюсов, но, к сожалению, это привело к тому, что настоящие темпы рубанизации привели к тому, что наши люди стали чаще страдать избыточным весом и ожирением. У нас снизилась физическая активность, а это является основным фактором риска развития сахарного диабета. Особенно в данном случае, конечно, второго типа. Если вы говорите о пессимистичных прогнозах, это означает, что мы продолжим толстеть, есть неправильную пищу и совсем перестанем двигаться, да? Ну, судя из... Если мы также будем вести себя, как сейчас, если мы не будем обращать внимание на свое состояние, то, конечно, к сожалению, данные прогнозы будут оправдываться. Ну, вот как ни парадоксально звучит, то есть чем лучше живем, тем больше болеем. Да, но если мы возьмем, опять-таки, с данной Всемирной организации здравоохранения и Международной федерации диабета, то 80% больных с сахарным диабетом во всем мире – это люди, которые живут в странах с низким уровнем дохода, либо со средним уровнем дохода. То есть чаще все-таки, ну, за счет, опять, неправильного питания, преобладания углеводов, питания жиров, что является фактором риска, конечно, развития избыточного веса. Ну, я имела в виду, что нам не нужно ходить в поле, пахать, сеять рожь, вот, и что-то такое делать. То есть мы можем работать сейчас, сидя, не особо никуда не выходя из дома. Нет, конечно, мы должны активно заниматься физической нагрузкой, не менее 100-150 минут в неделю регулярной физической нагрузки. Мы должны рационально питаться, мы должны питаться так, чтобы мы жили не для того, чтобы есть, а ели для того, чтобы жить. У нас немножечко сдвинулись эти приоритеты. Абсолютно, не немножечко. Ну, давайте все-таки поймем, что такое сахарный диабет. Вот звучит-то слово «сахар» так привлекательно, да? Что на самом деле это за заболевание? Как вы уже сказали, сахарный диабет – это хроническое, неинфекционное заболевание, которое сопровождается повышением уровня глюкозы в крови. Это связано с тем, что либо в организме прекращается выработка инсулина, есть абсолютный дефицит инсулина, либо организм неэффективно использует тот инсулин, который в него вырабатывается. И это высокий уровень глюкозы в крови в данном случае будет приводить к осложнению, к повреждению сосудов сердца, почек, глаз, ног. И, к сожалению, развитие таких достаточно угрозных осложнений, как инфаркты, инсульты, снижение зрения, слепота и ампутации. Вы знаете, вот когда, например, тромб или там отказывают печень, это понятно опасности этого. А здесь вот, ну, уровень глюкозы, казалось бы, ну и что? Вот как правильно говорить, если мы будем рассматривать, то сахарный диабет, я буду говорить, наверное, больше о часто распространенном заболевании, сахарный диабет второго типа, это 95% всего выявленного сахарного диабета, как раз он чаще всего протекает бессимптомно. То есть повышение уровня глюкозы в крови, оно же не болит, оно тебя никак не беспокоит. Часто появляется сахар во время проведения какого-либо обследования. То есть случайно во время обследования перед оперативной вмешательства, либо перед планом, вкладное обследование, профосмотры, диспансеризация. У нас в Российской Федерации проводилось эпидемиологическое исследование Нэйшн. Было выявлено, что 50% населения, имеющих сахарный диабет, на момент скринингового обследования не знали, что они больны с сахарным диабетом. То есть у нас есть недовыявляемость данного заболевания, и на это следует обращать внимание. И как можно чаще у нас для этого проводятся скрининговые методы, профосмотры, диспансеризации. Поэтому ни в коем случае от этого не нужно отказываться и вовремя обращаться к врачу. То есть симптомов, в принципе, вообще никаких нет, и человек вот просто так не может заподозрить? Или что? Что может быть? Опять же, если мы будем рассматривать первый и второй тип, то они немножечко разные по механизму возникновения и по симптомам. Грубо сказать, ну, допустим, первый тип – это заболевание, которое сопровождается с чем? Что происходит гибель бета-клеток поджелудочной железы и прекращает вырабатываться инсулин в организме. Это приводит к повышению уровня глюкозы крови. Основными факторами риска развития данного диабета является наследственная предрасположенность, выработка антител клеткам поджелудочной железы и фактор окружающей среды, который запускает данный механизм. К факторам окружающей среды относятся это вирусные инфекции, поэтому в последнее время, особенно среди молодых и среди детей, увеличилась заболеваемость сахарным диабетом первого типа после перенесенной новой коронавирусной инфекции. А также какая-то стрессовая ситуация. И в данном случае, конечно, клиника будет достаточно ярко, она очень быстро нарастает, прогрессирует. Наших пациентов беспокоит жажда, выраженность, сухость во рту, частое мочеспускание и снижение веса. Если вовремя не обратиться к врачу, к сожалению, это приведет к достаточно серьезному осложнению к кетоацидозу и в последующую к кетоацидотической коме, то есть потере сознания. Единственным методом лечения в данном случае будет являться, конечно же, назначение инсулинотерапии. Это то, что может способствовать улучшению состояния, но инсулинотерапия – это единственный лекарственный препарат, который помогает лечить, поддерживать наших пациентов. Если мы говорим о сахарном диабете второго типа, то в данном случае чаще всего возникает, имеет фактор, конечно, наследственная предрасположенность, но здесь на первое место больше выходит ожирение, избыточный вес, низкая физическая активность, курение, который тоже является фактором, провоцирующим развитие сахарного диабета. Как я уже говорила, заболевание может протекать без симптомов, но также пациентов может беспокоить жажда, сухость во рту, частое мочеспускание, кожный зуд, незаживление, ран, что тоже является причиной, к которой стоит обратиться к врачу. А какой протекает тяжелее из форм? Можно так сказать? Сказать так совсем нельзя, потому что, да, в настоящее время то, что вы говорили, мы говорим о том, что диабет имеет на самом деле очень древние корни. Да, еще в папирусах было описано, что такое описание сахарного диабета, но именно впервые использование инсулина привело к тому, что наши пациенты смогли жить. А раньше пациенты, к сожалению, были обречены на гибель. Первый, второй тип – излечить в настоящее время невозможно, но лечить данное заболевание можно, контролировать можно, и, соответственно, наши пациенты проживают достаточно длительную жизнь. У меня есть пациент, который наблюдается и живет с сахарным диабетом со стажем 50 лет. Ну, вот эта цифра впечатляет. Очень впечатляет, да. То есть у нас есть возможность, и мы сейчас имеем достаточно большой спектр сахароснижающих лекарственных препаратов, различные виды инсулина, средства самоконтроля, которые помогают компенсировать наших пациентов, поддерживать их состояние, и, конечно, это улучшает их качество жизни. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Светлана Монсагова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Самарской области, мы говорим про сахарный диабет, и говорим мы о нем в прямом эфире. Это означает, что в студию можно позвонить, телефон 202-11-22. А кто все-таки чаще болеет? Есть какие-то определенные группы населения, возрастные, по полу? Сахарный диабет 2-го типа, конечно, это заболевание более старшего возраста, чаще это старше 40 лет, имеющие факторы риска. Опять, это избыточный вес ожирения, низкая физическая активность, наследственная предрасположенность к развитию сахарного диабета, курение, повышение уровня холестерина крови, артериальная гипертензия, у женщины является фактором риска развития, это беременность и рождение ребенка весом больше 4 кг, гестационный диабет, это диабет, который диагностирован во время беременности, а также синдром поликистозных яичников, это все факторы риска развития сахарного диабета. И если вы узнали, услышали те факторы риска, о которых я рассказала, то, конечно, необходимо ежегодно проходить обследование, исследовать достаточно простой способ исследования глюкозы крови, очень просто, дешево и информативно в данном случае. Если факторов риска нет, то в возрасте старше 40 лет необходимо раз в 3 года обязательно исследовать уровень глюкозы крови. Раз в 3 года? Раз в 3 года, но если нет факторов риска. То есть он не так быстро может развиться? Не так быстро. Вообще сахарный диабет второго типа развивается медленно, постепенно. Но если факторов риска нет, то после 40 раз в 3 года. Если фактор риска, то тут, конечно, ежегодно. А на сколько рано вообще можно заболеть и можно ли с этим родиться? Врожденного диабета нет, но заболеть можно в достаточно раннем периоде, в раннем возрасте. Но здесь будет встречаться сахарный диабет первого типа. А вот что касается детского населения Самарской области, это проблема для нас? У нас заболеют дети с сахарным диабетом. Чаще всего первый тип. Второй тип у нас встречается крайне редко. Но с учетом того, что избыточный вес и ожирения сейчас касается не только взрослого населения, но и деток, то здесь, пожалуйста, и сахарный диабет второго типа тоже, к сожалению, будет иметь тенденцию к увеличению. А вот есть такое мнение, что сахарный диабет грозит именно сладкоежкам. Кто любит сладко, много его ест. Насколько это вообще соответствует действительности? Ну, это миф, конечно. На самом деле пристрастие к сладкой пище в данном случае не будет являться фактором риска именно развития сахарного диабета. Но избыточное употребление сладких продуктов, к сожалению, приводит к избыточному весу и ожирению. А здесь, в данном случае, в лечении риска развития сахарного диабета в пять раз. Еще один уточняющий вопрос. Если лишний вес, это непременно приведет к диабету или все-таки не обязательно? Ну, 100% конечно не обязательно это приведет. Ну, насколько? Я не могу сказать. Таких данных нет. Я говорю, что по данным всех исследований, которые были проведены, избыточный вес и ожирение, риск развития сахарного диабета увеличится в 3-5 раз. Но конкретно будет ли у этого человека сахарный диабет? Здесь должны сложиться несколько факторов. Допустим, отягощенная наследственность, избыточный вес. Пожалуйста, в совокупности это может привести к развитию сахарного диабета. Но если у вас есть отягощенная наследственность, но не у других факторов риска, и вы поддерживаете свой нормальный вес, активно занимаетесь физической нагрузкой, это не значит, что вы 100% случаев заболеете. У нас есть очень интересный такой опросник, который называется Find Risk. Его можно найти там в интернете. И вы легко можете просчитать, насколько у вас высокий риск развития сахарного диабета. Там вопросы касаемо употребления фруктов, овощей ежедневно, уровня физической активности, курить человек или нет, наличие отягощенной наследственности, есть повышается артериальное давление или нет, прием гипотензивный. То есть из данных вопросов складывается уже риск развития диабета. А где люди эту анкету заполняют? Есть в интернете данная анкета, ее можно найти, заполнить и узнать. Это кто-то очень ответственный должен сделать. Либо врачи на приеме первичного звена, пожалуйста, они тоже, если не обратят, увидят, что есть какие-то уже факторы риска, можно предложить заполнить данную анкету, и тоже будет виден фактор риска. А вот к вопросу об информированности, я знаю, что вы буквально на днях вместе с главным врачом Центра медицинской профилактики, с Александром Владимировичем, побывали в Чапаевске именно вот с этой темой, общались с жителями. Скажите, насколько вам вы оценили бы информированность людей об этом заболевании, понимают ли они вот эти факторы риска, что надо делать, как делать? Я могу сказать, что информированность населения была достаточно высока. Подготовили, наверное. Они были, да. Это было очень приятно, что они знают и факторы риска развития сахарного диабета, и как себя вести. Единственное, что не все так хорошо реагировали на то, что нужно увеличить количество времени, физические нагрузки. То есть здесь неоднозначное, конечно, мнение было. Да. Ну, знаете, у нас так сложилось, что человек не склонен, то есть у него нет особой мотивации к увеличению количества физической нагрузки. То есть если у нас есть возможность посидеть перед экраном телевизора, либо пойти погулять на улице, то чаще всего… Конечно, посидеть. Да. Хотя, ну, а собственное здоровье, мне кажется, разве это не мотивация? Психологи говорят, что это самая серьезная мотивация. Но проблема в том, что сахар же не болит. И очень часто он же никак себя вот не проявляет до определенного момента. И, ну, в любом случае, это нужно хорошо замотивировать, убедить наших пациентов все-таки придерживаться, соблюдать наших рекомендаций. А если у вас еще нет диабета, но есть фактор риск, не всегда, ну, я могу сказать, что достаточно низкая вот приверженность к соблюдению рекомендаций, особенно у пациентов, у которых нет еще сахарного диабета. Может сахарный диабет привести к инвалидизации? Да, если это заболевание достаточно протекает серьезно, есть уже хронические осложнения сахарного диабета, в данном случае, которые приводят к нарушению работоспособности, к нарушению того, что человек может за собой ухаживать, да. Чаще всего инвалидность в данном случае приводит это снижение зрения, слепота, наши пациенты, к сожалению, имеют 20% случаев снижения зрения, развитие диабетической ретинопатии, ампутации нижних конечностей, в данном случае это тоже будет являться критерием для установления группы инвалидности. И хроническая болезнь почки, когда наши почки, к сожалению, работают достаточно плохо, это требует применения заместительной почечной терапии, тоже являться критерием для установки группы инвалидности. Но осложнения, конечно, самые серьезные вы назвали. Да, несомненно. Давайте мы сейчас на минутку покинем студию, узнаем, что произошло в здравоохранении Самары и России за ту неделю, что мы не виделись. После этого мы вернемся, и у нас еще будет немного времени для того, чтобы задать вопросы доктору 202-11-22. Эпидемиологи не ожидают большого распространения гонконгского гриппа, но рекомендуют делать прививки. В отличие от обычного, этот грипп характеризуется более тяжелым течением. Случаи заражения в России уже выявили на Сахалине и в Пермском крае. Самарские молодожены получают сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование. Будущим родителям необходимо как можно больше узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья. Воспользоваться сертификатом можно в течение 6 месяцев. Цена на некоторые противовирусные лекарства в России не изменится до 2025 года. Речь идет о препаратах из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств. За последние три года доля российских лекарств на рынке увеличилась на 10%. Врачи-травматологи-ортопеды САМГМУ прооперировали еще 9 человек из города Снежное. Пациентам выполнили эндопротезирование коленного сустава. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Снежного в рамках сотрудничества Самарской области и Донецкой Народной Республики. Это уже четвертая группа пациентов, прооперированных в клиниках. Приливку от гриппа сделали 40% жителей региона. К настоящему моменту использовано 80% доз вакцин от общего количества, поставленных в Самарскую область. За счет средств регионального бюджета планируется закупка дополнительно около 200 тысяч доз вакцины. Мы возвращаемся в студию, продолжаем разговор про сахарный диабет. У нас в гостях Светлана Мансагова, врач-эндокринолог, главный внештатный эндокринолог Минздрава Самарской области. В начале программы я сказала, что в древности, если у человека обнаруживался сахарный диабет, он был обречен. Сегодня вы сказали, что вылечить это заболевание нельзя. Что делать человеку, которому поставлен такой диагноз? В данном случае, конечно же, если вам поставили диагноз сахарный диабет, значит, вам рекомендовали рациональное питание с ограничением продуктов, которые резко повышают уровень глюкозы крови, рекомендовали определенный режим физических нагрузок. И в любом случае, что касаемо сахарного диабета второго типа, мы назначаем сахароснижающие препараты. При сахарном диабете первого типа инициируется инсулинотерапия, которая применяется в пожизненном режиме. При сахарном диабете второго типа у нас есть достаточно большой спектр таблетированных сахароснижающих препаратов. В данном случае, если это требуется, мы можем назначить пациенту сахарного диабета второго типа, в том числе и инсулинотерапию. И задача наших пациентов, конечно, следует рекомендациям врача проводить регулярный самоконтроль измерения глюкозы крови. Это приведет к достижению целевых значений уровня глюкозы, артериального давления, холестерина крови. То есть у нас достаточно большой спектр целевых показателей, на которые мы обязательно обращаем внимание. И при достижении этих целевых показателей мы гарантируем, что снизится риск развития осложнений, увеличится и качество, и продолжительность жизни наших пациентов. Вот по поводу качества. Вы сказали, что один из ваших пациентов аж 50 лет живет с этим заболеванием. А насколько это вот «жизнь» или «нежизнь» приходится во всем себе отказывать, всего себя лишать? Знаете, если к этому подойти немножко по-другому, мне нравится, что моя пациентка, она достаточно позитивная. Она очень, вы знаете, очень хорошо и позитивно смотрит на этот мир. Я не могу сказать, что она себе отказывает в чем-то. Мы ее обучили, как правильно питаться, как контролировать сахар. Она получает инсулинотерапию, она очень активная, она занимается садоводством, она печет торты. И она достаточно активная. И их ест? Нет. И угощает? Она угощает их, да. Ну это тоже приятно. Это тоже приятно. Поэтому нет, она достаточно активная. И я бы не сказала… Нет, естественно, инсулинотерапия, самоконтроль – это какие-то определенные привычки, которые нужно внести в свою жизнь. Да, это сложность, если тебе поставили такой диабет, для многих это является достаточно тяжелым испытанием. И как выйти из этого состояния? Ну это стрессовая ситуация. И в некоторых пациентах у нас развивается достаточно серьезная депрессия, потому что на фоне полного благополучия вдруг состоится такой диагноз. И здесь многое будет, конечно, зависеть от окружения, насколько они готовы помочь своему родственнику преодолеть данную ситуацию. Я могу сказать, что, конечно, и инсулинотерапия, инъекции ежедневные, проведение самоконтроля ежедневных тоже изменяет наш образ жизни, и нужно к этому привыкнуть. Но потом, ну как наши детки, они же привыкают и понимают, что без этого просто нельзя обойтись. Вот даже рак можно вылечить, обнаружив его в самом зачатке, на ранней стадии. А что касается сахарного диабета, ну может быть, если вот он только чуть-чуть еще начинается, можно с этим справиться навсегда? Прежде чем вы ответите на мой вопрос, давайте послушаем зрителей. Здравствуйте. Если у вас глюкоза крови натощак 7,4, в данном случае, если это однократное исследование, вам требуется провести повторное исследование глюкозы крови, либо исследование гликализированного гемоглобина. И по результатам двух исследований можно будет поставить диагноз, либо сахарный диабет, либо преддиабет. И в том или ином случае требуется все-таки назначение уже питания, и если это преддиабет, мы все равно назначаем лекарственные препараты с целью профилактики развития сахарного диабета второго типа. Если будет установлен диагноз сахарный диабет, то здесь однозначно либо назначение одного, по последним рекомендациям уже начинаем, стартуем с двух препаратов для того, чтобы предотвратить именно развитие вот этих серьезных грозных осложнений и увеличить продолжительность жизни. Ну вот телезрительница сказала, что ее не ставят на учет. Кому вы рекомендуете обратиться? Куда? У нас наблюдением за пациентами с сахарным диабетом проводят как врачи-терапевты, врачи общей практики, так и эндокринологи. Конечно, в первую очередь нужно обращаться к врачу-терапевту. Ну да, и если именно он не ставит на учет, значит... К врачу-эндокринологу для того, чтобы уточнить диагноз, есть или нет нарушения углеводного обмена. И, конечно, для коррекции и назначения терапии, если это потребуется, либо изменения, модификации образа жизни. И здесь расскажем о питании, о регулярных физической нагрузках, как их подобрать, как их правильно применять. Светлана Александровна, меньше минуты у нас с вами осталось. Можем прямо раз, два, три сказать самые главные вещи, которые нужно сделать, чтобы не заболеть сахарным диабетом? Ну, самое главное – это же, конечно, соблюдать то здоровое рациональное питание, уменьшить, конечно, количество сладких продуктов, которые в настоящее время мы очень много употребляем. Нам не нужно такого количества сладких сладостей, лимонадов, выпечки. И физическая активность. И, конечно, регулярной физической активности не менее пяти раз в неделю. И ежегодно проходите обследование с целью раннего выявления сахарного диабета. На самом деле ничего сложного нет. У вас у всех есть возможность, у нас у всех есть возможность избежать грозного заболевания. Благодарю вас за этот разговор. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин